Здравствуйте, 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 дорогие подписчики и гости канала Остановка Микрорайон Новый, улица 9 января, 241, дробь 2 Однокомнатную квартиру будем сегодня с вами смотреть в этом микрорайоне Но сначала, как обычно, локация, локация и еще раз локация По левую руку от меня замечательный мини-рынок, который находится прямо-таки на остановке И сразу-таки за остановкой находится наш дом, 241, дробь 2 Улица 9 января, ну, можно сказать, наверное, можно сказать, что это тоже одна из главных артерий нашего города Вот если мы двигаемся вот в том направлении, вот в том направлении Мы попадаем с вами в Семилуки В Семилуки вот туда А Семилуки это у нас ближайший пригород Воронежа Ну, а вот в том направлении, если у нас двигаться, 15-20 минут буквально каких-то до центра Ну, а сам микрорайон Новый, вот он выглядывает как раз-таки из-за вот этого мини-рынка В микрорайоне есть новый замечательный детский сад, а ближайшая школа у нас на остановочке общежития Если не ошибаюсь, вот она в одной остановке отсюда Быстренько, попутно, раз уж мы здесь посмотрим, что у нас тут по ценам Яблоко-груша, пожалуйста, 135 рублей Леголь 135, черный принц 135, хорошие яблочки Покупаю такие, Семиленко 115 Пожалуйста, вам смотрите Параллельно с обзором квартиры смотрите, какие у нас ценные огурцы Давыдовка 95 Пожалуйста, помидоры узбекские Кабачки Давыдовка 95 Помидор Абхазия 235 О, арбузы, арбузы уже есть Арбуз салатки 115 рублей за КГ Помидоры Азербайджан В общем, все, все, все у нас тут на нашем мини-рынке есть Пожалуйста, фрукты, овощи, мясо, колбасы, рыба морская Все у нас тут есть И буквально все это находится как раз таки по ходу вашего движения Вот идете вы на остановку общественного транспорта А остановка у нас находится как раз таки тоже в 5 минутах ходьбы от нашего дома И вот, пожалуйста, вы проходите через этот мини-рынок С остановки вы идете до дома, с остановки, да, в обратном направлении, конечно же С работы идете такой, топаете через мини-рыночек Купили то, что вам нужно Вспомнили, чего у вас дома не хватает Что же вы будете сегодня кушать Ужинать, чем подчивать будете себя Вот, пожалуйста, через мини-рыночек Все купили, все, что надо Приготовили А мы тем временем смотрим с вами Придомовую территорию Вот таким образом выглядит наш дом 241 дробь 2 2010, если не ошибаюсь, года постройки наш дом Строительная компания ДСК, как вы уже догадались Естественно, микрорайон опоясывает Лесопосадка Лес, как хотите, назовите Немножечко с вами пробежимся, посмотрим Что тут у нас есть Ну, супермаркет пива Бермир, это все понятно Куда без него Стрижка номер 1 Стрижка номер 1 Друзья, была у меня не очень приятная история Вот с этим домом Вот с этим домом С этим микрорайоном Немножечко такое небольшое отвлечение От темы Еще в самом начале В самом-самом-самом начале карьеры Моей риэлторской Я продавал квартиру вот в этом доме Этот дом был только-только построен и сдан Больше ни фига здесь, прошу прощения За мой французский, не было Это сейчас район Смотрите, как расстроился, разросся Много всего здесь появилось А тогда, на тот момент, здесь был сдан и построен Только вот этот вот один дом И появилась у меня тогда квартирка на продажу здесь Однушечка Получили ее собственники Как сейчас, помню, Мария Мария, если вдруг каким-то чудом вы смотрите этот канал Если вы на меня подписаны Большой вам привет Так вот, Мария получила квартиру вот в этом доме По расселению Снесли ее двухэтажку вот там, на улице 9 января По-моему, на остановке Жемчужная Ну, или Торпеда, где-то там Вот, и получила она здесь однокомнатную квартиру Но планы ее были связаны Ее дальнейшие С Левым берегом Соответственно, она приняла решение Эту квартиру продавать Квартира была девственна от застройщика Отдала мне ключи Квартира пустая, освобождена Я начинающий риелтор И, соответственно, начинаю Эту квартиру активно продавать Зима Это было давно Зимы были тогда действительно такие холодные Сейчас зимы особой нет Там, если неделька мороза постоит небольшой То это ерунда Не могу сказать, что это зима, да А тогда зимы такие действительно были очень Снежные, морозные И я, собственно говоря, приехал сюда на остановке Я начинающий риелтор, у меня нет еще машины Но есть огромное желание на нее заработать И вот в 30-ти градусный мороз В 8 часов вечера я приезжаю сюда На остановку микрорайона Новый Где стоит новый один вот этот дом И ни черта больше нет Поле Полюшка Вылазя из маршрутки, у меня ломается молния на пуховике И я стою на остановке такой Жду потенциальных покупателей То есть созвонился как обычно Все как положено Созвонился за час За час обычно до показа Я созваниваюсь, подтверждаю То, что люди будут действительно эту квартиру смотреть Что они не передумали И приезжаю, значит, такой сюда Как правильный Стою на остановке Жду потенциальных покупателей В назначенное время Никого нет 10 минут Стою, жду Мороз крепчал Молния на пуховике Не сходилась 15 минут Жду Звоню Звоню дрожащими ручонками Потенциальным покупателям Где вы, что вы Вызов проходит Руку не берут Еще 15 минут Окоченелыми уже пальцами Набираю тыкву по кнопкам Пытаюсь дозвониться Телефон выключен В общем, ради приличия Я минут 40, наверное, здесь подождал Однозначного времени Несколько раз попытался Еще дозвониться То вызов проходит То телефон вроде бы Как бы не в сети Непонятно В общем, какая-то ситуация Дозвониться мне Дого покупателя Не удалось Ну, на что я посчитал Что, наверное, 40 минут В мороз Наверное, хватит с меня, да? Наверное, хватит Наверное, нужно возвращаться домой Ну, и я, собственно говоря Бросил это гиблое дело Прыгнул в первую попавшуюся маршрутку И быстрее, быстрее Скорее, скорее Домой На следующий день Я дозвонил сюда Этого потенциального покупателя Он как ни в чем не бывало А что? Квартиру смотреть А, вы знаете, что-то это Мы что-то передумали Внутри меня, конечно, закипало Закипало Но все, что я нашел сказать Каюсь, каюсь Грешин Я сказал, в таком случае Вы козел Ну, в мою сторону Обрушилось большое количество Нецензурной брани Ну, что делать Что делать Я не имел дальнейшего желания Общаться с этим человеком Таких случаев еще было много За нашу риэлторскую практику Почему-то, к сожалению Некоторые покупатели Либо продавцы считают Что риэлторы это не люди С ними можно вот так Ну, с нами так нельзя Ну, вот почему-то Мне вот именно этот случай Запомнился Наверное, потому что Это было В самом-самом начале Моей карьеры И, наверное, потому что Это Было без машины Потому что это было Со сломанной молнией На пуховике Так, ну ладно Что, отвлекся немножко Смотрим с вами Придомовую территорию Что могу сказать Чистится, убирается Все вполне себе Неплохо Смотрите Какие замечательные Цветочки посажены Я не думаю Что это управляющая компания Скорее всего Это жители Скорее всего Это жители Делают красиво Вокруг дома Так, камеры Видеонаблюдения Вижу Присутствуют В целом Все довольно-таки Неплохо Детская площадка Присутствует Ну, какая есть Да, может быть Не суперсовременная Но какая есть Остановка общественного транспорта Я вам показал Я от нее сюда пришел Буквально 5 минут Ходьбы Детский сад У нас находится Прямо За нашим домом Ну, я не знаю Есть ли смысл Говорить про детский сад Так как квартира У нас однокомнатная Еще раз покажу вам Благоустройство территории Обратите ваше внимание Все чистенько Хорошо Удобно Уютно Комфортно Пора Пора, наверное Приступить уже К обзору Нашей квартиры В общем, все здесь Для нормальной Хорошей, комфортной жизни Есть Большое количество магазинов Мини-рынок Остановка общественного транспорта Все, что нужно Все есть Если вы являетесь продавцом Недвижимости в Воронеже Или ближайшем пригороде И хотите, чтобы ваша недвижимость Попала на наш канал Звоните 8 920 22 99 356 Расскажем об условиях сотрудничества Так, смотрим с вами подъезд Все тут Все тут вполне себе Чистенько, хорошо Указатели Квартира присутствует Ну, все довольно неплохо Улица 9 января 241 Дробь 2 Однокомнатная квартира Шестой этаж Общая площадь квартиры С балконом 38 квадратных метров Как обычно От входной двери Там у нас за входной дверью Тамбур Тамбурочек И коридор И тамбур на 5 квартир Так, сразу смотрим По мебели Что могу сказать По мебели Если вот эта мебель вам нужна То мы ее вам оставим Ничего дополнительно Доплачивать не нужно Все входит в стоимость Нашей квартиры Смотрим с вами Функциональность Вот этой вот Углового шкафа В принципе Довольно глубокий Как таковая Прихожка В любой квартире Нужна В том числе И в этой Однокомнатной Вот соответственно Мы вам Вот этот шкафчик Готовы Готовы вам Оставить Все входит В стоимость Квартиры Повторяю Дополнительно Оплачивать ничего не нужно Ну и помимо Вот этого углового шкафа Есть такая вот еще Прихожка тоже То же самое Если надо Мы готовы вам Ее оставить Не надо Заберем Вывезем Я не знаю Куда-то там С соседем Может быть Или еще куда-то В общем Пристроен Пристроен Квартира Сразу расскажу Предысторию Квартира продается За ненадобностью В Москву Переехал собственник У нас По работе Соответственно Квартира Здесь ему Не нужна Просто не нужна Просто за ненадобностью Закрепился Получилось В Москве Соответственно Примел решение Квартиру продавать Комната Комната Судя по всему Нет у меня Точных данных Под рукой Ну Квадратов 17 Однозначно Есть Может даже Квадратов 18 Надо посмотреть По планировке Сколько здесь Вот эти Планировки Квартир ДСК По-моему 17 Точно Да 17 С чем-то Наверное Так Потолочек У нас Что у нас С потолком Потолок Побелка Побелка Ну Окна Естественно Естественно Пластиковые Давайте Откроем Посмотрим Куда они у нас Смотрят А смотрят Они у нас Как раз таки Туда Куда На детский сад Тихий Хороший Зеленый Дворик Смотрим С вами По количеству Парковочных Мест В принципе В принципе Нормально Я думаю Что Ну вот Если по Пятибалльной Системе Да Если мы берем Всех наших Застройщиков Сравниваем Все Жилые Комплексы Нашего Города Ну Здесь Я думаю Что По пятибалльной Системе Где-то Наверное На троечку На троечку Я думаю Что Вполне Можно Рассчитывать Линолеум От застройщика Потолочек Сказал Побелка Обои Обои Не знаю Наверное Переклеивались Что-то Мне кажется Переклеивали Это у меня Застройщика Ух Ух Чьих кистей Чьих кистей Это произведение Да Вот эта стеночка Кстати тоже Если надо Мы готовы Вам ее оставить Тоже на какое-то время Готова Будет вам Послужить Двигаемся С вами Дальше Раздельный Санузел Что тоже Довольно-таки Большой плюс В однокомнатной Квартире Раздельный Санузел Не частое явление Прямо скажем Восемь квадратов Площадь нашей кухни Кухня То же самое Остается Какое-то время Послужит В доме У нас Как видите Газ Хочется Опять съязвить По поводу А у нас В квартире Газ А у вас В сторону Некоторых наших Товарищей Которые нам Вовсе Не товарищи Так Холодильник Холодильник Тоже Если надо Он конечно Уже прям Такой Повидавший Повидавший Потрепанный Жизнью Но он еще Вполне себе Рабочий И тоже На какое-то время Еще может Сослужить Вам Службу Кондиционер То же самое Останется Кухня Восемь квадратных Метров Выйдем с вами На лоджию Вот смотрите Смотрите Ребята Как Как неаккуратно Повесили Кондиционер Ручонки У ребят Не с того места Растут У установщиков Блин Ну что Нельзя было Сделать это Красиво Ох Так Ну вот это Вот это у нас Пожарный выход Здесь еще раньше Лестница была Лестницу Как видим Убрали Здесь везде Так Здесь так везде По нормам Так положено Поэтому изначально Лестница Здесь Была Ну и опять Откроем Окошечко Сегодня погодка У нас Замечательная Классная Хочется Свежего воздуха Тишины Покоя Тишины Покоя И сигнал Купа Вот на машине Красота Красота Да и сам балкончик Еще раз покажу Здесь что Здесь Линолеум Постелили Линолеум На что-то Постелили Ну что-то Там Пороба деревяшка Какая-то Деревянный Норах Есть Посмотрели Зафиксировали Рабочая стена У нас Выложена Плиткой Да Нет Обманываю Это какая-то Панель Хотел вас Обмануть Не получилось Панель Панель Конечно же Какая-то Так И пойдем Смотреть Санузел Двери У нас здесь От ДСК Вот в таком Виде ДСК Сдавал Свои Дома На тот момент Вот такая Дверная Кухня Со стеклом И вот такие Двери Межкомнатные В санузел Так Пол Плитка Стены Покраска Здесь все От ДСК Вот как ДСК Сдал А здесь Побелка Все От ДСК Счетчики На воду Стоят Здесь Полипропиленовая Трога И ванная Комната Смотрим С вами Сразу Место Место Под стиралочку Присутствует Вот сюда Прямо Отлично Стиралка Встанет Достаточно Место Ванна Сама Раковина И Несмотря на то Что здесь Покраска От застройщика Но отношение Такое Довольно Таки Прямо Скажем Бережное Потому что Обычно Вот эта Краска Со временем Вода Попадает Знаете Вот это Все Облазит Так вот Некрасиво Становится Здесь Вот Здесь Вполне Себе Краску Родную Краску Сохранили То есть Довольно Таки Бережное Использование Ванной Комнаты Ничего Тут Не Поотваливалось Конечно Со временем Нужно будет Плиточкой Выложить И Здесь У нас Здесь У нас Побелка Ну Самое Главное Что Что Все У нас Здесь В принципе Помещается Ванна Более Менее Функциональная Раковина Ванна И Вот здесь Стиральная Машинка Планируете Переезд Воронеж Воспользуйтесь Услугами Нашей Компании Покупать Недвижимость С нами Выгодно И Безопасно Заполняйте Анкету Заявку Под этим Видео Улица 9 января 241 Дройп 2 Однокомнатная Квартира На 6 этаже 38 метров Общей площади С балконом Цена Давайте теперь Говорить Про цену Проанализировал Как обычно Посмотрел Подготовился Однушек Здесь Конкретно Поэтому Микрорайон Микрорайон Напоминаю Называется Микрорайон Новый Однушек Здесь Порядка Наверное Ну Сейчас На момент Записи Вот этого Видео Порядка По-моему Семи Штук И Ценник Начинается От 3 миллионов 100 тысяч Рублей До 3 500 И даже 3 600 И даже Чуть-чуть Подороже Есть Двушки Двушки Здесь Ценник Стартует От Ну В среднем Да В среднем От 4 миллионов До 5 И трешки От 5 миллионов И до бесконечности Что называется Цена Нашей Однокомнатной Квартиры Напоминаю Причина Продажи Только Лишь В том Что Собственник Уехал В Москву Получилось Закрепился И слава тебе Господи Соответственно Квартира Ему За ненадобностью Поэтому Квартиру И продает То есть Квартира Находилась Всю жизнь В одних Руках То есть Не перепродавалась Знаете Как с машинами Обычно Один Единственный Собственник Один Владелец 3 миллиона 100 тысяч Рублей 300 По самому По самому Низу Мы идем Да Торг Безусловно Возможен Торг Есть В любом Объекте Недвижимости Он Всегда Там Заложен В любой Квартире Которую Я снимаю Однозначно Ну Начальная Цена 300 По самому Низу Напоминаю От 3 миллионов 100 тысяч Рублей До Практически Там По моему 3 800 Самая Самая Большая Цена Здесь Стояла А так 3 300 3 400 Кто Там С мебели Кто Без Мебели Что Где-то В ипотеке Где-то Не в ипотеке В общей Ситуацию У людей Разная Здесь Никаких Проблем Один Собственник Не в ипотеке Никаких Долгов Никаких Обременений Юридически И физически Квартира Свободна Что называется Ну Вот эту мебель Если не нужна Вывезем Если На первое время Кому-то пригодится С удовольствием Вам эту мебель Оставим 3 миллиона 100 тысяч рублей Шестой этаж Остановка Микрорайон Новый Контакты Специалисты Как всегда Будут под этим Видео Пишите Звоните Покажет вам В удобное Для вас Время Напоминаю Приглашаю Всех Продавцов Недвижимости Воронежа Ребята И девчата Мужчины И женщины Мы Оказываем Услову По продаже Объектов Недвижимости Воронеже И ближайшем Пригороде Если хотите Чтобы Ваш Объект Недвижимости Попал На наш канал 8 920 22 99 356 Мой телефон Пишите Звоните Расскажу О условиях Сотрудничества И напоминаю Всем нашим Покупателям Что мы Оказываем Услугу По поиску Объектов Недвижимости Если Эта квартира Вам не Подошла По каким Либо Причинам Вы знаете Что нужно Делать Анкета Заявка Есть Под этим Видео Заполняйте Нажимайте Отправить И наш Специалист С вами Свяжется Самое Удобное Для вас Время Все Друзья Всем Хорошего Дня Хорошего Настояния 3 Миллиона 100 Тысяч Рублей Присмотритесь Действительно Нормальный Хороший Вариант И на наш Канал Не забудьте Подписаться Кто еще По каким Либо Причинам Не подписан Здесь Говорят О недвижимости Всем Хорошего Дня Хорошего Продолжение следует